На самом деле в биологии человека тоже есть много всяческих вымыслов и тоже есть много заблуждений, они самые разнообразные. Я освещу самые такие ключевые, стандартнейшие, которые чаще всего всплывают. Первый, самый такой классический стереотип, то что человек не происходил от обезьян. Он существует в разных версиях, существует в варианте, как вот сегодня звучало, что обезьяна происходит из человека, существует в варианте, что человек произошел из кошки, что кошка произошла из человека. Проще и лучше посмотреть на реальность на самом деле, потому что, слава богу, мы уже в 21 веке, и у нас есть много фактов, у нас есть много-много фактических оснований, на которые нужно смотреть. У нас есть замечательные ряды ископаемых существ, например, которые в полном виде представляют собой линию от непосредственно обезьяны, в данном случае, от Проколпова-Фисселойни, жившей в Африке, 18 миллионов лет назад, к человеку, причем с боковыми ответвлениями в том числе. Ну, в данном случае, в качестве бокового ответвления современный шимпанзе, который, собственно, тоже обезьяна, но не предок человека, а это как бы еще один дерево. И от Проколпова появились и шимпанзе, и появились, в частности, ранние астралопитеки, ну, в данном случае, это астралопитек Рамидус, хотя, понятно, что здесь это только некоторые отдельные, самые красивые скелетики. А в реальности их сейчас таких сотни обнаружено, ну, о чем я еще тоже скажу сегодня. И, собственно, потом возникает астралопитек Афарский, например, ну, в данном случае, это скелет МС, самый известный скелет Афарского астралопитека. В том числе есть, опять же, то ли боковые ветки, то ли наши предки, например, астралопитек Сидиба, потом Хомо Айблес, который я здесь уже стал вставлять, Хомо Эргастер, из него просто красивый скелет. Опять же, боковая ветка Нендертальцы, ну и, наконец, мы, современный человек, Хомо Сайпенс. Вот, поэтому человек, он не то, что не происходил от обезьяны, да, он, собственно, является обезьяной, он является одним из вариантов приматов, ну, достаточно специфический, достаточно своеобразный, но это один из. И, если смотреть не только на целые скелетики, но и на конкретные части, это тоже можно прекрасно проиллюстрировать. Ну, вот все то же самое про консул, его верхняя челюсть, шимпанзе, и, опять же, линия, ведущая к нам, астралопитек Афарский и, собственно, человек. И из таких сопоставлений, ну, даже таких вот простых, когда там четыре вида всего-навсего, да, видно, что человек, он не то, чтобы какой-то там суперособенный, а по многим признакам, он вообще, строго говоря, примитивнее того же шимпанзе. Если вы сравните челюсть проконсула и человека, то вы, даже, я думаю, невооруженным взглядом, увидите, что по некоторым параметрам человек ближе к проконсулу, который жил 18 миллионов лет назад, чем шимпанзе к проконсулу. А проконсул общепредок. То есть, на самом деле, по некоторым параметрам шимпанзе эволюционировало больше, чем мы. В том числе, по таким ключевым указанным признакам, как, например, размеры клыков. Можете невооруженным взглядом увидеть, что размеры от проконсула к человеку клыков уменьшились, но немного уменьшились, учитывая, что у проконсула голова, что это вот такая, на самом деле, она очень небольшая. А от проконсула к шимпанзе клыки очень сильно увеличились. Поэтому огромные размеры клыков современного шимпанзе это признак не примитивный, это не от которого мы эволюционировали, а это признак специализированный, эволюционно продвинутый, на самом деле, продвинутый больше. То есть, если взять изменения по модулю, то мы примитивнее, чем шимпанзе. То же самое можно сказать, в какой-то степени о форме альвелярной любви. То есть, часто звучит, что у обезьян альвелярная дуга, ряды зубов, она это прямоугольная. То есть, прямые ряды от клыков назад и прямая линия лицов спереди между клыками. А у человека она вот такая, вся проваличистая, закругленная, овальная, такая дуга, в прямом смысле. Это прогрессивный признак. В какой-то степени, конечно, оно так, но в какой-то степени, потому что, если посмотреть на проконсула, у него она и не прямоугольная, на самом деле. И по некоторым параметрам она похожа больше на нас. То есть, вот эта прямоугольная форма у шимпанзе, это опять же специализированный признак, связанный с ними с вами крыками, на самом деле. Более того, всегда стоит помнить, что есть изменчивость. И то, что на таких единичных картинках, это конкретная челюсть. А бывают современные вполне себе люди, сошелы прямоугольной дубной дугой, которая от шимпанзе не особо-то отличается. Так что эволюция, такой процесс, он в разных направлениях, на самом деле, может найти. И это все можно смотреть на разных примерах. Например, настроение кисти. По кистьям данных у нас не стоит, чтобы слишком много было, потому что косточки маленькие, они легко теряются. Но есть, слава богу, и тут, конечно, далеко не все представлены из того, что найдено. Но опять же, если посмотреть на проконсула 20 миллионов лет назад, другой вид, но неважно, значит, шимпанзе и наш ряд автормопедек Грайндус, Афорейсис, ну, и сегиба вопросов, предок, не предок, потом Хайбелис, потом Налейди тоже, что ли, предок или не предок, и уже дальше, там, прямая линия к нам. То мы увидим, что по пропорциям, скажем, большого пальца, опять же, человек, конечно, отличается от проконсула, в сторону того, что у человека большой палец стал длиннее. Но у шимпанзе большой палец стал большой вероятностью короче, на самом деле. Ну, там, значит, проконсула точно неизвестно, что не все кости сохранились. Но, тем не менее, не исключено, что у шимпанзе большой палец укорачивался. И если привлечь данные по другим приматам, то это вообще нормальное состояние. У многих современных приматов большой палец, если не исчез совсем, то стал совсем маленьким. Например, у паукообразных обезьян, у американских, на селе эти там косточки есть, а на живой обезьяне большого пальца нету вообще. То есть там четыре пальца, крючком, и он практически исчез. А, соответственно, от проконсула, до раннего салона, почти не улюбил, что, собственно, там практически то же самое, да, а потом начинает расти. Но, более того, начинает расти и не последовательно, а местами, может быть, был и обратный процесс. Потому что, например, у сидибы и у наледи большой палец, строго говоря, длиннее современного. То есть не было никаких эволюционных законов, которые бы прямо вот совсем обезьяны делали совсем человека, да, создавали непосредственную линию совершенно прямую, и мы вершина этой цепочки, а кончимпанзе, это, значит, зашившая в прошлом какая-то там веке. На самом деле, даже в нашей цепочке были изменения и в ту, и в другую сторону, потому что все эволюционные изменения это ответ на сиюминутную потребность. Вот как сейчас, в данный момент, выгодны существам, какой отбор идет на удлинение пальца, на укорочение пальца, на увеличение изгиба, фланг, на уменьшение. Такое оно и получится. Ну, например, у тех же сидипы на леди пальцы гораздо кривее, чем у шимпанзе. То есть у предков они были такие умеренно изогнутые, у шимпанзе стали еще более изогнутые, а у сидипы на леди они еще более изогнутые, хотя это вроде тоже хома, на самом деле. Ну, а сидипы, может быть, австрактек, немножко зависающие. А вместе с тем, скажем, в этой же кисти в нашей линии прогрессирует комплекс трудовой. То есть черты кисти приспособлены для изготовления орудий труда. Но это тоже крайне показательно, потому что у ранидусов, афоренсисов, сидип и даже и хабилисов, иноледи трудового комплекса в кисти не особо много, прямо скажем. Но у ранидусов, афоренсисов нету вообще, строго говоря. А у сидипы, иноледи и хабилисов есть частично в виде расширенных концевых фаланг пальцев. То есть для того, чтобы нормально оперировать какими-то орудиями труда, ну вот я сейчас оперирую микрофоном, да, полезно иметь уплощенные пальцы, чтобы держать и чтобы оно не выпадало. У обезьяны концевые фаланги, они длинные, тонкие, изогнутые, и им так неудобно делать, ну и у них кисть для этого и не сделано, собственно. Более того, то, что эта особенность именно для труда и для захвата существует, неожиданно подтверждается тем, что у, допустим, широконосых обезьян южноамериканских цепкохвостов, которые на хвосте могут подвешиваться, хвостами предметы брать, последние фаланги на хвосте, это позвоночник, да, это позвонки, ну и не фаланги, в смысле я говорил, последние позвонки на хвосте, они такие же, как у нас фаланги на пальце, на самом деле. То есть у них хвост хватательно заменяет руку, и там косточки, они очень даже похожи. Но даже у тех, кто орудие делал, да, хомо хаминеси, он переводит как «человек умелый», и каменные орудия ганичные они вполне себе изготавливали, тем не менее полного комплекса трудовой кисти у него нет. Древнейшие орудия, они появились, ну, самые-самые древние, 3,3 миллиона лет назад, но они не факт, что к нам имеют отношение, а в нашей линии 2 миллиона 600 тысяч лет назад появляются каменные орудия, они начали делать, но только 1 миллион 420 тысяч лет назад появляется полноценный трудовой комплекс, который видно на вот этой замечательной третьей пиасной кости из Каитио. Третья пиасная кость – это вот та, на которой держится средний палец. И на ней вы можете лицезрить такое замечательное шаловидное долг, которое склинивается между другими костями и не дает нашей кисти болтаться из стороны в сторону. То есть это признак, который нужен для того, чтобы прочно держать предмет в руке, чтобы рука не выкляла и чтобы у нас был удар приличный. И, соответственно, древнейшее орудие появляется 2 миллиона 600 тысяч лет назад, а рука, приспособленная для изготовления этих самых орудий, 1 миллион 400 тысяч лет назад, то есть спустя более чем миллион лет. Это говорит о том, что изготовление орудий влияло на нашу эволюцию. То есть те, кто делал орудия хорошо, и у которых были для этого какие-то предпосылки в строении, они выживали лучше, у них потомство лучше плодилось, и выживало, опять же, кормилось. И, собственно, потихонечку, за миллион лет сформировал наш тройок умер. Но, с другой стороны, у некоторых других существ могут подобные вещи возникать по другим поводам. Например, у гориллы на третьей пятой кости тоже есть шаловидный отросток, но он нужен для того, чтобы держать огромный вес тела, прихоть без опоры на согнутые фланги пальцев. То есть цель другая, но тоже, чтобы кисть не болталась. Смысл тот же самый. И тоже возникает как бы трудовой элемент в кисти. Ну, а в последующем кисть уже, собственно, наша. И, опять же, мораль всего, чего я сейчас говорил, что все это возникает в ответ на какие-то сиюминутные потребности эволюционные. В стопе, соответственно, если мы будем смотреть, опять же, человеческое предстояние от обезьян более чем заметное. Про консул, опять же, стопа, да, ну, такая обезьянья, но, что характерно, у шимпанзе она заметно поменялась. И по некоторым параметрам стопа шимпанзе она оказывается, опять же, эволюционно чуть более продвинутая даже, чем наша. У первых прямоходящих существ, у раненцев, у второго аптека Диаремеда, недавно открытых, кстати, два года назад, большой палец на стопе оттопырит в сторону, ну, так же, как у человекообразных обезьян современных и ископаемых, а при этом в стопе есть своды. Причем у раненцев своды есть и продольный поперечный, а у Диаремеда там не все кости, как видите, сохранились. Но судя по тому, что есть, продольного свода могло и не быть, на самом деле. То есть, опять же, она жила на миллион лет позже. Это говорит о том, что какие-то признаки могли меняться в разные стороны. То есть, начальник появился, потом он исчез, потому что стал не нужен. А большой палец чуть менее оттопырен. У Африкануса большой палец еще меньше оттопырен. Ну, а начиная с Хайбереса, пусть дальше, стопа от нашей не особо отличается. При этом, в некоторые моменты, некоторые признаки могли меняться, и после этого, опять же, например, вот этого, как передного Хайбереса, который не так, что Хайберес, на самом деле, может быть, депаратур, у него некоторые отдельные черты строения стопы больше похожи вообще на орангутану. Хотя это прямоходящая стопа с сводами. А у неандертальцев, например, которые жили, по-моему, совсем недавно, ну, в данном случае, это из каких-то ковы неандерталец, у него датировка там порядка 50-40 тысяч лет назад, а там довольно специфика появляется неожиданная. То есть, стопа неандертальцев, она очень широкая, очень такая мощная, какая-то такая брутальная, можно сказать. Вопрос, зачем им такая была стопа, ну, они все такие себя были. Ну, и появляется, собственно, мы. То есть, опять же, линия от обезьяны до человека более чем наглядно рисуется. Самая важная часть человека – это мозги, и эволюция мозга, она подчиняется тем же закономерностям. То есть, если посмотреть, ну, мозга проконсула, к сожалению, у нас нет, потому что от проконсула много челюстей, но нет полноценной мозговой коробки, поэтому какой-то мозг не очень понятный. Ну, вот если посмотреть мозг шимпанзе весом порядка 300-400 грамм, это, понятно, тупиковая, ну, как тупиковая, параллельная линия, не наша, да, но так рисующая примерно по параллельной размеру, наш пресс в интервале где-то около 10-7 миллионов лет назад. А потом у нас есть мозги афарсов, астромапитеков, которые от мозга шимпанзе не особо отличаются. Ну, другое дело, что здесь у шимпанзе изображен мозг, а от астромапитека изображен эндекран, то есть это слепок мозга, сделанный по внутренней поверхности черепа. И, понятно, что он не идеально отражает строение мозга, но, тем не менее, у первых астромапитеков, первых, у многих существ, наш предок, причем афарский астромапитек – это наш предок, строение мозга, строго говоря, обезьянник. То есть они ходили на двух ногах, орудия они не делали, вот кроме той кости и дикики, что в первой лекции бывает, никаких слеп, там особо использования орудий нет, лобная доля приплющенная, суженная, с лобным клювом выступающим вниз, затылочная доля над ножичком едва нависает, височная доля с лобной соединены под таком углом, то есть весь набор признаков, строго говоря, обезьянник. У хайдерисов, что характерное настроение, форма примерно та же самая, но размер подрос. То есть если у афарских астромапитеков размер мозга 400-500 грамм, в данном случае вот этот конкретный эндокран, это рекордный по размеру 550 грамм, то у хайдерисов размер, у некоторых есть и 430, там 420, а у особо одаренных под 800 на самом деле. То есть как у современного человека был индивидуальный, довольно основательный разброс. То есть форма мозга сохранилась еще довольно примитивная, но размеры подросли чуть ли не в два раза. Ну а в последующем уже в бурной эволюции идет эргастер. Это уже человек, который изготавливал в фоне себе нормальное орудие. Ну в принципе хайдерисов уже делали, но эргастер это даже ашинская техника. И там уже мозг гораздо больше похож на нас, но размером 800-900 грамм. У эректуса размер мозга порядка килограмма, хотя здесь вот конкретно этот опять же чуть побольше. Ну а в последующем, уже когда на сотни тысяч лет идет, а не на миллионный счет, то форма мозга почти-почти как у нас. Ну и появляемся мы. Опять же не стоит забывать о индивидуальной изменчивости, потому что есть вообще довольно основательный разброс, и он есть и у современного человека, и у древних людей. У современного человека индивидуальный разброс, рекордный, да, если рекорды брать, по размеру мозга от 680 грамм до 2400 грамм. То есть почти там в три раза, чуть не в четыре раза разница получается по размеру мозга. Ну и по строению тоже, на самом деле довольно основательно. И в древности было все то же самое, на самом деле. Если посмотреть на современного горилла или шимпанзе, у них, ну там не в три раза, но у нас меньше данных по ним банально. Потому что по современным людям у нас счет данных на миллионы, да, идет, а по шимпанзе на десятки. И там тоже довольно основательный разброс. Но эволюция от обезьяны человека рисуется вполне себе. Причем на вот этой вот линии, ну здесь у меня считанное количество эндекранов, а как сегодня уже звучало, их на самом-то деле известны вообще-то сотни, можно наделать, преживание, ну и уже сделаны, там десятки точно есть. Видно, что эволюция тоже шла не совсем по прямой линии, на самом деле. Она шла какими-то такими хитрыми зигзагами. И, например, между Афарским и Нехакелесами, вот тем, что у меня тут изображены, есть, например, такой хомор удальфинзис, у которого мозг был больше, чем у Хаббелеса. То есть в какой-то момент мозги выросли, потом с некоторой вероятностью уменьшились, хотя 100% подтверждать нельзя, потому что у нас данных не сильно много. Потом снова подросли, а от первых сайтов, ну, которые очень похожи, чем у нас в Хелме, до нас, тоже вообще-то мозги усохли где-то грамм на 150. То есть примерно 25 тысяч лет назад, в среднем по планете, мозги были на 150 грамм больше, чем у нас. Это можно по-разному объяснять. Я сейчас не буду углубляться в тонкости, но может быть и такое происходить вполне себе. А есть прецеденты с какими-то там Хоббитом с Хворисой, где мозги, там, не то что 150 грамм, а в два раза уменьшились. То есть миллион лет назад на Яве жили пятихантропы с размером мозга килограмм, а 50 тысяч лет назад там жили уже Хоббиты с размером мозга 400 грамм. Ну вот, то есть там больше, чем в два раза было уменьшение. То есть, опять же, эволюция – это не какой-то паровоз по рельсам, идущий в одну сторону, а это ответ на вызовы среды. Ну и, собственно, происхождение человека от обезьян современными методами чудесным образом показывается генетическим способом, по генетике. Ну, здесь такая замечательная картинка, сравнение хромосомного набора, кариотипа человека и шимпанзе. Тут левые хромосомки – это и человеческие, и правые – шимпанзиные. И сходство порядка 98%. Ну, порядок, потому что можно считать по-разному, на самом деле. Можно считать по внешнему виду хромосом, по размеру, по генам, по нуклеотидам, по каким-нибудь там особо изменчивым частям генома, по особо неизменчивым частям. Циферка будет меняться. На самом деле, в зависимости от метода расчета, от 94% до 99% у нас чем. Ну, вот на этой картинке, что любопытно, вот если вы присмотритесь, там, где вторая хромосома, у человека она одна, а у шимпанзе – это две хромосомы, на самом деле, которые у нас соединились. И более того, такие процессы соединения хромосом, они иногда встречаются и у современных людей. То есть бывают современные люди, в которых еще другие хромосомы между собой соединяются, и хромосомный набор становится еще более компактным. То есть количество генов – все то же самое, и человек все нормально, он водится может, он не все равно нуждается, но количество хромосом меньше, потому что хромосомы – это просто упаковка, и можно ее положить на две полочки, две хромосомы, а можно соединить в одну. Но если вы посмотрите, то, собственно, отличие от человека и шимпанзена мизерное. И чтобы понять, насколько это 98%, в общем, много это или мало, я все время привожу, ну, наверное, многие ее и слышали, один и тот же пример, что человеческий химпанзер сплошный 98%, а мужчина от женщины отличается на целую хромосому. Действительно, то есть у женщин XX хромосома, у мужчин XY хромосома. И вот разница XA и Y – это больше, чем 2% генома, на самом деле. То есть, другими словами, получается, что мужчина и человека больше похож на самца шимпанзе, чем на женщину, если вот так тупо по генам считать. Другое дело, что различие XA и Y – это различие только пола, это половые признаки, а различие вот этих 2% человека и шимпанзе – это все отличия человека и шимпанзе, и уже там независимо, естественно, от пола. Но, тем не менее, то есть, опять же, это с одной стороны приливка от того, чтобы все считать каким-то единым показателем, просто в процентах нуклеотидов. С другой стороны, показывают, что обезьяны, у человека та же самая есть. Если сравнить человека и какую-нибудь, не знаю, мышь, или кишечную палочку, там отличие будет далеко не 98%. Но, кстати говоря, тоже весьма закономерно вырисовывается. То есть, лестница существ, так называемая, она в генетике прямо рисуется красиво. То есть, чем дальше от нас существует морфологически, тем дальше оно и генетически. Другой такой баян, который ходит очень часто и широко распространен, то, что антропологи все понапридумывали, потому что у них мало данных, и они оперируют какими-то огрызками. Этот миф существует, в частности, в такой версии, что все остатки ископаемые человека, которые известны, можно уложить в багажник жигулей. Ну и там, версия, там, багажник там чего-нибудь. Но на самом деле, реальность, она немножко иная. Во-первых, у нас данных не менее. Более того, у нас данных такое количество, что это само по себе создает проблемы, потому что многие, даже антропологи, которые годами занимаются антропологией, всех материалов не знают. Некоторые материалы, раскопанные, Бог знает когда, лежат до сих пор неописанные, потому что руки не доходят. Потому что просто антропологов не хватает. И, слава тебе, Господи, у нас есть материалы, начиная от самых первых приматов, которые вообще жили 65 миллионов лет назад, вот там наверху, в газориус, которые, на самом деле, вот такого размера черепушечка. Ну, там целых черепов нет, только нижних челюстей, но челюсти есть. И там, несколько тысяч зубов от них. И вся последующая линия в ходе до современного человека. Причем, тут, естественно, я привел далеко не все. То, что у меня врезало на слайде, я хотел, на самом деле, больше нарисовать, но это не надо маленькие картиночки делать. Или презентация будет весить, уже там 200 Лигабайт, и она на патру не влезет. Но линии у нас есть. У нас есть всякие полифтон, архицебус, фандаунди, архитетеки, там тв-трв-трв-трв, и вот в конце, там уже сапиенс и сингеря. И каждый этап, который здесь представлен, его при желании можно развернуть еще там сколько угодно. То есть материалов у нас немерено, на самом деле. Ну вот, например, только красивые черепа от австралопитеков. И то далеко не все, еще на самом деле есть и другие. Это вот просто то, что я с данных красивые картиночки наковырял. И насколько вот они у меня на сайт полезны, запихал. В принципе, тут еще можно было бы запихать, которые у меня просто не поместил. Вот это вот то, что по австралопитекам. Это только красивые целые черепа. Причем, часть из них даже не особо реконструирована. Беби и Саунгл, как нашли, вот такой он и есть. Или там вот кинеандр, да. А на самом деле, большинство находок, которые у нас имеют, это обломки челюстей. Это зубы, это еще кости подкраниального скелета, то есть не черепа, а всего остального. Вот, и такими слайдами я мог бы забить презентацию еще там, ну не знаю, 45 часов их сделать. Причем, если я говорю обломки челюстей, кому-то может показаться, что ну как-то это бедно, да, что такое обломок челюсти. На самом деле, если у нас обнаруживается, начиная опять же там от Пурготориуса 60 миллионов лет назад, обломки челюстей, то это хорошо, когда мы находим обломок челюсти, потому что у нас есть чем сравнивать. Вот когда мы находим кость копчика, допустим, да, то с этим непонятно, что делать, потому что кость копчика никто никогда не находит. Если мы ее обнаружим, ну и ничего как бы, и с чем мы ее будем сравнивать, материала нет. А зубов у нас немерено, то есть сейчас зубов, ну если изолированных считать, сколько-то тысяч ископаемых обнаружено. И если посмотреть на всякие там графики, статистики, да, там когда вот расчеты ведутся, там много-много и плотность этих точек на графике такая, что там за этими точками уже ничего не разобрать бывает. Это, опять же, сама вся проблема создается. Но это только австравопитеки. А на самом деле ведь у нас линия-то не только австравопитеки. У нас есть, например, ранние хомо. Это вот красивые, ну такие опять же, более-менее целые черепа, начиная от родофенсисов и хадилисов и кончая, ну собственно, да, родофенсисами и хадилисами. Здесь только родофенсисы и хадилисы. Вот тоже, несмотря на то, что этот интервал где-то от трех до полутора миллионов лет назад считается безнапредставленным на самом деле, да. То есть все время плач идет среди антропологов, что ах, как мало мы знаем, хочется больше. Но вообще-то как бы уже есть чем полюбоваться. И опять же это тоже черепа. А еще вообще есть немеренных нижних челюстей, есть поиски, опять же, там и кисти, и стопы, которые я показывал, и другие. Их находят все время новые. Вот буквально два года назад нашли новый скелетик, даже два, собственно, скелетика, но до сих пор вот не описали. Ждем описания. Дальше у нас есть эргастеры и эректусы. Вот у нас эргастеры и эректусы. Тоже далеко не все, но, как видите, уже гораздо приятнее. И статистика, допустим, по Сангерану, вот здесь внизу, это не все, но большинство это из Сангерана на Яве. Там уже тридцать какой-то идет пятикантроп, и большая часть находок это именно черепа, на самом деле. Уже дошло вплоть до того, что когда находят какой-то новый череп пятикантроп, вот этот, например, да, его так как-то не сильно подробно описывают, потому что никакой новой принципиальной информации эти находки уже и не привносят. То есть уже у нас такое количество, что новые находки картину принципиально иногда и не меняют. Бывают находки, которые что-то действительно такое сенсационное, красивое, замечательное, а бывают, которые, ну, опять пятикантроп, ну, елки-палки, сколько можно, там, какой-то тридцать второй уже, да. Тридцать второй это только череп, понятное дело, а есть еще это всякие другие части. Вот, но это еще были не все эректусы, потому что вот еще эректусы, и тут из одного, допустим, гонзонка полно-полно-полно-полно, из одного джоу-хоу-дяня, хотя их потеряли, но они есть в виде слепков, и из других листов тоже, тоже, тоже. Ну, правильно, вот только что недавно, сколько-то дней назад еще один череп замечательный был описан из Китая. Ну, один целый, и там еще огрызки. Ну, вот, соответственно, это уже линия, пропуская хомо-гидербергенцев, неандертальцев, хоббитов, денисовцев, и все прочее, это вот линия наша, такая человеческо-сапиентная, без всяких кипяков, чтобы, начиная со времени порядка 300-400 тысяч лет назад, и, ну, более-менее, как бы, до такого, почти-почти сапиенс, до времени порядка 100 тысяч лет назад. Ну, вот, и тоже здесь все далеко не все, на самом деле, значит, чем ближе к современности, тем материалов становится все больше и больше, и боюсь, что уже более такого багажника нет. Ну, вот, чтобы туда все это запихать, ну, череп – это, в общем, не очень маленькая вещь. И сапиенсами, ну, сапиенсами я мог бы забить тут еще, не знаю, два часа их щелкать вот так вот вам занудно, эти бесконечные черепушки. Ну, здесь вот самые-таки красивые и ключевые, можно сказать, находки, или самые известные, или те, которые, там, самые древние, самые древние на какой-нибудь территории, самые известные на какой-нибудь территории, допустим, из Южной Америки, из Австралии, там, по центру есть и так далее, и так далее, там, наверху, из Африки, из Кальмонтана. То есть, с находками у нас все в порядке. Ну, и если это представить не в виде просто картиночек черепов, а в виде каких-то таких схемочек, все-таки более-менее, научных, то вот меня долго, когда я читал лекции по антропологии, по антропогенезу, держала мысль, что у меня нет нормальной схемки эволюции приматов. Ну, какие-то там в интернете можно найти всегда, но они какие-то очень схематичные и убогие. Я хотел, ну, такую нормальную схему нарисовать. И напрягся, недели-две поработал, и нарисовал схему эволюции приматов, и, к сожалению, понял, что пользоваться ей диалекцией невозможно, потому что там ничего не разобрать. То есть, здесь каждая вот эта вот полосочка, даже если она разорвана по вертикально, но отдельно даже вертикальная, это подсемейство. То есть, на самом деле, здесь подробность доведена до подсемейств. Ну, а в каждом подсемействе есть какое-то количество родов, где-то много, где-то мало, а где-то очень много. А в каждом роде, как правило, не один, где-то несколько, на самом деле. То есть если здесь вот эту схему доводить до родов и видов, это будет совсем безграничное. Чтобы здесь было видно вообще, о чём там речь идёт, чтобы читать не было, это надо увеличивать, я не знаю, сколько там, много метров в размерах. Такого экрана до сих пор я не видал, чтобы в лекции можно было это показать, чтобы это было видно. Вот здесь вот наши первые метки, мы тоже подготовили в частности, а вот там вот наверху в уголочке это мы. И это вот эволюция приматов. То есть это не придуманная эволюция, это то, что мы нашли. Причём заметьте, что то, что у нас найдено, это какая-то мизерная часть, это может там 10% от того, что было на самом деле, а скорее всего меньше 10%. Опять же я часто один и тот же пример привожу. На современном Мадагаскаре живёт порядка 100 видов лемуров. Это на одном острове после того, как их с 16-го как минимум века, ну даже раньше гораздо, на самом деле там порядка 2000 лет, а то и больше, еле-еле-еле мальгаши местные. То есть после скольки-то там столетий или даже пары тысяч лет уничтожения лемуров, у нас осталось порядка 100 видов на одном единственном острове. Поэтому, когда мы в каком-нибудь древнем местонахождении ископаемых приматов находим там пару видов, то можно догадаться, что это там, не знаю, 2% от того, что было на самом деле. А местонахождение много, монетка большая, и поэтому вот то, что мы знаем, а это то, что мы только знаем, да, это, ну можно считать где-то порядка 2% от того, что было на самом деле. Ну, в количестве семейств может быть там супер каких-то изменений не будет, но тем не менее регулярно обнаруживаются новые находки, и мне приходится периодически туда подтискивать еще там новые какие-то веточки в эту схемку. Проблемы создают чисто даже по пространству, куда их там еще подпикивать, и там шрифты у меня местами разные, но на такой картинке все равно шрифты не видно. Если только вот самый-самый кончик, вот уголочек всей этой схемки увеличить до более-менее приличных размеров, то получается наша линия эволюции. Вот проконкурс вот в том самом шалунголок включает современности человекообразных, как это, что внизу, мутаны, гориллы, гориллы, здесь вот шапанзе, и вот найдет это наша линия эволюции. То есть только вот наша такая сугубо прямая строгая вертикаль, и все эти пустяки и дериваты по сторонам. То есть это опять же только то, что мы знаем. И опять же, ну не каждый год, но раз там в пару лет, что-то такое красивенькое, новенькое рисуется. Тоже там астроматек Деремеда сегодня помянутый, его недавно с ним нашли, Хомана Леди сегодня помянутый, недавно нашли, да и Сидибу тоже что-то недавно нашли. А кроме того, выясняется, что даже если вот самый кончик вот предыдущей схемки увеличить, то ее тоже можно разветвить на самом деле. И взаимоотношения гоминид на последних этапах эволюции, они взглядели вот примерно вот так, по современным данным генетики. То есть линия, ведущая к нам, потому что слева, там разные расы современные, ну примерно как они там между собой разделялись. Хотя понятно, что между собой они потом тоже 150 раз смешивались еще, ну то я уже не стал рисовывать, но от неандертальцев, от денисов, которые видимо были тоже разные, от каких-то никому неизвестных гоминид, была примесь и к разным группам современного человека, и между собой они смешивались неандертальцы с денисовцами, неандертальцы с сайпиенсами, сайпиенсы с неандертальцами, денисовцы с сайпиенсами, ну и там неизвестно кто есть, денисовцы с сайпиенсами. Проценты, правда, они крайне условные, на самом деле, их надо очень так воспринимать, ну что так, до красоты скорее, но то, что были вот эти вот генетические потоки, это факт. Вот, то есть с данными у нас все в порядке, на самом деле. Но бывает еще такой, такая как бы придирка антропологам, что ученые все придумали, они вот смотрят на эти черепа и сочиняют, и там в потолках мотают, что-то им показалось, им придумалось, и они давали, значит, там какие-то гипотезы из головы вычесывают, да, там одно свыковые. На самом деле, вот то, что я до сих пор вам показывал, это просто иллюстрации, на самом деле. То есть настоящая наука, она не выглядит в виде вот картинок черепов, и даже в виде вот этих красивых схемок, да, которые как бы красивые схемы. На самом деле, вся антропология выглядит в виде вот этих таблиц, потому что наверху, ну это просто кусок из моих баз данных, которые я просто принскрином вырезал и все, произвольно там это по длине черепа, допустим. Вот, чтобы получить эти данные, на самом деле существуют строгие методики измерения черепов, описания черепов. То есть если антрополог говорит, что череп имеет покатый лоб, это он не на глаз смотрит, что покатый лоб, а он измеряет угол этой покатости. Если это какая-нибудь бальная характеристика, там, выступания над брови, то говорится там, что над брови сильные или слабые не от балды, а потому что есть шестибальная шкала выступания над брови, и, ну, можно это приживание измерить. Для того, чтобы измерить, есть собственный инструментарий, ну, там, допустим, малотолсотный циркуль, скользящий циркуль, какой-нибудь там хубус-краниофор, ну, которым, правда, мало пользуются, но еще и вещь полезная, и еще, на самом деле, много-много других. То есть это все, на самом деле, сплошная математика. А когда с помощью вот этих стандартных методик измерения собираются цифры, укладываются эти безумные матрицы, там, тысяча на тысяча, потом все это обрабатывается в виде статистики, и получаются вот такие замечательные графики. Вот этот конкретный график как раз изменения размера мозга – это из моей кандидатской диссертации. А те вот другие графики – это из разных статей, где там разные показатели, изгиб фаган, размеры зубов, с объемом мозга, и там можно еще что угодно делать, укладываются. То есть вот все эти выводы про эволюцию человека, про изменения – это не какие-то придумки, это просто статистика, на самом деле. Это занудная, ужасная математика, которая как бы вот срабатывает, как срабатывает. И если у нас на графике размеров мозга они выстраиваются закономерно в линию вот со всем островом ПТ выкрашиваете через ранних хомо-зелененькие квадратики, и через там Орескусов, Гильдорбергенцев, Неандертальцев, Креманьонцев, и вот немножко, как видите, за 25 тысяч лет сдали назад по горизонтали объема мозга, то вот она эволюция в чистом виде. И какие бы мы признаки не брали, все время такая красивая цепочка выстраивается. То есть по ширине носа, по какой-нибудь там многомерный анализ, учитывающий 20 признаков сразу до кучи, какой-нибудь там метод главных компонентов, канонический анализ, факторный анализ, какое угодно там многомерное шкалирование. Картинки получаются все время одна и та же, на удивление. То есть вплоть до того, что опять же, когда я свою кандидатскую писал, пока я ее писал, находили новые черепушки. Ну и я, как жадный человек, их старался впихать. Ну а впихивание новой черепушки в базу данных и пересчет вся графика, он занимает вообще время. Поэтому я их как бы впихивал, впихивал, у меня бесконечно там все новые они появлялись, еще и новые впихивал. А потом я понял, что вот я впихиваю, впихиваю, а потом здесь какой-нибудь там треугольничек видится и в них появляется. И картинка не меняется уже вообще ни разу, на самом деле. Ну то есть хочется как бы, что еще и треугольничек, еще треугольничек. Но если мы запихаем сюда всех кинайзеров, здесь далеко не все, я давно уже организацию защитил, ну будет еще там чтоб 20 этих треугольничков и крестиков, да, будет плотнее вот эта линия. Но, как видите, в сторону никто особо не торчит. Единственное, хоббит вот там в квадрате непонятно торчит, ну он хоббит, да. Но сейчас, между прочим, от Ирекусов к нему тоже промежуточное звено найдено, что характерно. То есть можно было бы еще точечку нарисовать на проживании. Есть еще такой вариант, что, ну, я могу там рассказывать про точность измерений, да, про методики, там, про Мартина, про поле брака. А на самом деле ученые все подделали. То есть все эти черепа многочисленные, это все подделки. Вот, и все эти там челюсти, зубы, это все чужие. На самом деле практика показывает, что во всей истории палеоантропологии есть, строго говоря, три подделки. Из них одна только известная, и которая как-то маломальски на что-то повлияла. Первая подделка – это просто бизнес-проект, фактически, ну, такой смешанный, как бы, просто с приколом с некоторым. Кардистский великан, когда просто некий человек сделал из гипса такую чурку, ну, как бы, да, трехлитровый человек. И потом за деньги это дело показывал. Заработал кучу денег, между прочим. Но поскольку это все было где-то, там, в 19 веке, то антропологии, как в науке, еще вообще не особо и было, и люди не знали, как должен выглядеть окаменевший человек. Ну, тем более в США, где все это происходило. Ну, и тем более фермеры, которым все это дело показывали, там, какой-то в центре, сколько им там показывают? Ну, сколько им в центре? 50 центров. 50 центров. Собрали 150 тысяч долларов. Вот, 150 тысяч долларов. То есть, ну, вот, как бы, кому денег не хватает. Но сейчас, боюсь, такая вещь уже не прокатит. Потому что там, на этом Кардистском великане, который до сих пор, кстати, в каком-то музее хранится где-то в США, там просто видели, как его делали. То есть, там такая грубо сделанная штука, что, ну, это как бы вообще. Вот. Самые известные находки, то есть пильдауны, которого вспоминают все и всегда, когда говорят про антропологию. Ага, вот подделывали, потому что был пильдаун. Так вот, он один пильдаун-то и был. Вот. Вот. Где череп человека, ну, такой, не шибко древний, там, может, какой-нибудь там раннего железного бронзового века. И челюсть ротбутана с подпильными зубами, напильником, и покрашенная немножко так коричневым цветом, чтобы подревнее казалось. Были найдены, ну, там, эти запчасти в одном карьере. И описаны, как человек пильдаунский, да, там, человек-зари, эоантроп, долус один. И он, действительно, немножко на палеоантропологию повлиял. Но тут есть такая тонка, что он повлиял на палеоантропологию Англии и конкретных людей. Допустим, там, Артур Кис, он, действительно, вот такой толмуд написал про этот пильдаун. Причем, когда он его написал, под конец жизни, когда он дедушка старый был, выяснилось, что это подделка, и, как бы, он был очень расстроен. Вот. Но самое интересное, что с самого начала этой находки, вообще-то, нормальные антропологи... Ну, Кис тоже был нормальный антрополог, но многие другие антропологи, они с самого начала сомневались, что это такое. И поскольку находки-то были сделаны не просто вместе, да, а в разное время, просто в одном карьере, с самого начала звучало, что, может быть, это просто остатки человека и человекообразные обезьяны. Почему бы им и не быть, собственно, в одном карьере? Сейчас живут на Кальмонтане, да, да яйки и орангутаны, и что, как бы это не значит, что у них одна голова. Так что с самого начала писалось, что может быть это просто находки разных существ, ну найденные вместе. Было также мнение, что челюсть, ну видимо это человекообразная обезьяна, какова она в общем-то и оказалась, а ты правда оказался орангутан, ну с подпильными клыками. Так что пейдаун какого-то там супер места в эволюционной родословной никогда принципиально не занимал. И, возможно, эта поделка была и так долго ее не раскрывали только потому, что нормальных данных в том объеме, как сейчас, вот то, что я вам показывал в предыдущей черепушке, тогда еще не было. И методик не было особо, да, там ни статистики никакой-то не было. Сами вот эти методики измерения и описания были не такие стандартизованы еще как сейчас. Ну хотя тогда все это создавалось активно на самом деле, именно тогда это и было сделано. Но поэтому тогда это было, да, возможно, один раз. Ну и плюс еще такая вот здесь подделка, риктоидная черепная крышка два гуасанта из Бразилии, которая была неожиданно обнаружена в музее уже, в хранилище. Описана какая-то вот такая невероятно примитивная. Потом, наверное, количество лет потеряно. Потом вроде бы снова найдено, причем звучало, что это вроде бы другая. Потом показали, что вроде бы это та же самая. А потом сделали ее нормальное исследование, показали, что она склеена из кучи частей неизвестного времени и происхождения. Ну вот, то есть тут даже не факт, что это прямо-таки подделка какая-то злонамеренная. А может быть это просто кто-то, не сильно умеющий реконструировать, собрал какие-то запчасти, а это происходит из пещер в Лагула Санта, где куча ископаемой фауны всякой разной, там зверя полным-полно и людей там тоже найдено. И как-то вот, как умел, склеил. Ну, поскольку в Бразилии в музее не факт, что были какие-то там особо крутые антропологи, да, и методами реконструкции они не обладались вообще ни разу. Ну, как умели, так и склеили. Можете, намеренно так сделали. Ну, получился такой, как бы, пятикантроп с выпуклым болмом необычайным. Но надо сказать, что эта черепная крышка из Лагула Санта не повлияла на антропологию вообще ни разу никак. То есть про нее есть ровно две статьи, на самом деле. В одной статье, что вот мы нашли такую черепную крышку с рептоидными чертами, вторая статья, что это косяк. Ну, вот, все, собственно, на этом ее, как бы, влияние на науку закончилось. Ну, и, наконец, есть еще такая, уже из другой оперы немножко байка, что человек – это венец эволюции, что это вершина творения, эволюции, там, как кому хочется. Говорят, что это единственный разумный вид на планете, единственная надежда вообще, там, Вселенной на избегание, не знаю, там, тепловой смерти и там еще что-нибудь такое. Там уже бульсов фантазии безграничный может идти. Но человек, действительно, как бы, с одной стороны, единственный разумный, потому что здесь мы сидим, да, а не дельфины и не какие-то там морские котики. Вот, и кто-то вот тоже, люди, очевидно, построили что-то там, может, или телоиды, или там, или там унаки. Но я думаю, что все-таки люди сделали проектор, чтобы это все показывать, да, ну, и вот я вам там рассказываю про все эти дела. Но на самом деле понятие разумности, во-первых, это не синоним прогрессивности и какой-то там крутости, вот, а во-вторых, не только к человеку относится. Ну, не синоним прогресса по той простой причине, что прогресс в биологии измеряется эволюционным успехом. То есть, что такое ароморфоз, да, когда возникает такая адаптация, такое приспособление, которое дает возможность для большой адаптивной радиации, для новых видеоадаптаций, когда возникает много новых видов. Разум вначале дал какое-то количество новых видов, но сейчас у нас на планете один разумный вид. То есть, на самом деле, появление разума на планете привело к сокращению видового разнообразия. То есть, количество разумных видов становится только меньше. Сейчас один, да, то есть, мы на грани вымирания, строго говоря. Человекообразные обезьяны все тоже на грани вымирания, самые ближайшие родственники. И из-за нас еще куча других видов вымирает. То есть, появление разума приводит к тому, что вообще жизнь на планете может закончиться. Ну, по крайней мере, такой маломальский разум. И какой же это вообще прогресс с такой позиции. Но, с другой стороны, вообще, что такое разумность? Разумность – это можно по-разному определять. Понятно, там есть миллион определений. Но такой биологический ответ – это способность давать нестандартный ответ на нестандартные запросы среды. То есть, когда у нас есть какая-то странная задача, которая нестандартная, и мы на нее, как бы, очень хитро отвечаем. Ну, когда мы по-простому отвечаем – это инстинкт, рефлекс, ну, совсем просто рефлекс. Пукнули по коленке, там, немножко дрыгнулось. Ну, там, один нейрон туда, другой обратно. Это все примитив. Инстинкт – это уже что-то посложнее, когда, там, гусь закатывает яйцо в гнездо, да, он все время делает это стандартно. У человека рефлексов очень мало. Ну, там, с десяток, наверное, я не знаю, порядок такой. Инстинктов, строго говоря, нормальных вообще нету. Ни одного такого полноценного, развитого. Ну, чтобы на один вопрос, как бы, да, все люди отвечали стандартно, абсолютно штампованно. Ну, как гуси, все, там, закатывают яйцо одно и то же, да, на один и те же движения. Человек каждый раз делает что-то по-другому. А вот когда поведение становится совсем нестандартное и в генах не прописано вообще ни разу, а обусловлено исключительно воспитанием, образованием и обучением, то примеров такого поведения среди живых существ полно-полно. Начиная от совсем далеких от нас, ну, можно там, муравьев каких-нибудь вспомнить. Даже среди муравьев, которые штампованные и которые вообще клонированные, по сути, да, и то есть умные и тупые. Эксперименты это показывают. И более того, от этого зависит судьба муравья. То есть, если муравьев тупой, он будет всю жизнь рабочим и будет таскать веточки зад-вперед. А если он умный, он становится разведчиком. А разведчиком, это как если у него занятие крутое. Ну, все хотят быть разведчиками. Вот поэтому муравьев даже уже есть какой-то вариант способности, интеллекта и так далее. Ну, что говорить о позвоночниках. То есть, наверху, там, может не исполнять жизнь за что-то такое, но это горизонтская ворона, которая палочкой достает какое-то там насекомое из дырыщи. И они эти палочки не просто как бы срывают, где-то там находят. Они их все модифицируют. То есть, если трудно достать, она может клювом загнуть кончик и сделать крючок. Вот. И это у них не прописано в генах никак, а они там учатся, они соображают. И есть куча экспериментов с новоколизонскими воронами. Можете в ютубе посмотреть, как они воду достают из колбочки, закидывают туда камушки, чтобы там вода поднялась. Не все люди эту задачку решают на самом деле. Эта задачка из олимпиады для школьников, там, какого-клубого класса. Новоколизонские вороны решают. Вот. И всякие другие. Там, дельфины, да, всем известно, что у них есть имена индивидуальные. Они могут кусками кораллов или там какими-то раковинами барахлить грунт на дне, чтобы вспугивать рыбу, там, какую-нибудь комбалу, или загонять ее в кружок, чтобы потом ловить. Или там еще что-нибудь такое делать. Собаки, ну, всем известно, что собаки умные. Вот это не какая-нибудь собака абстрактная. Это конкретная очень умная собака. Имени я сейчас не помню. Но она очень умная. Это Border Collie, которая выучила больше тысячи слов на английском языке. То есть ее там три года специально дрессировали. И ей дают задание. Ну, говорят просто языком, да, там, не показывая ничего. Достань розового зайца из кучи, а? Достает розового зайца из кучи. Ну, вот. Ну, игрушки учили доставать. И еще там всякие разные вещи. Там, пойди в другую комнату и принеси там плюшевого медведя. И она идет, приносит плюшевого медведя. И ее по-настоящему изучали, по-нормальному. И показывают, что она, правда, эти слова как бы знает, запомнила, по крайней мере. Ну, и у кого есть собаки, представляете, что они тоже ходят разные по интеллекту, но весьма интеллектуальные. Ну, что уж говорить об обезьянах. Которые используют кучу всяких орудий труда. В том числе не только человекообразные. Вот капуцины бурые, да, ходят орехи, раковины, крабов. А иногда сами камни ходят вообще с непонятной целью. Вот буквально только что была работа, когда выяснилось, что они вдруг выжили. Дубасит им по другому камню. И потом что-то слизывают. Никто не понял, что они там слизывают до сих пор. То есть то ли кусочки лишайников, то ли какую-то минеральную пыль. Но самое интересное, что в процессе получаются отщепы. Ну, просто случайно, которые в стороны летят. Которые по всем формальным признакам, это вполне настоящие отщепы. И поэтому, когда археологи потом могут найти такое место, они сказали, что это была рабочая площадка по подготовлению отщепов. А это капуцины дубасили над булыжниками, чтобы какой-то пыль слизывали. Но, тем не менее, это объединение здесь. Но это один пример. А есть много других, где они действительно как орудие используют. И причем не только тканы, на самом деле. Макаев, крабоеды, горят много чего. И раковина, опять же, и крабов, и орехи, и там все на свете этими камнями. Ну, а уж человекообразные обезьяны и подавны. Там листики для защиты от дождя, всякие палочки для вагонирования термитов. Причем в разных версиях. Там самый продвинутый, когда они все это грызают, и чтобы цеплялись лучше эти термиты. Колка орехов. Причем где нет камней, они палками делают. Здесь камни камнями. Причем там наковальни, подтирают. Они эти камни хранят, они их паскаются далека и так далее. Зафиксирован даже пример использования копий шимпанзея. То есть они палки надгрызают и делают из них дротики и охотятся на галага. Ну, там палка, я не стал вставлять, потому что это палка такая обгрыженная и палка. А самого процесса что-то я фотографии не нашел. Ну и наконец, опять же, только что в прошлом году, в конце этого, по-моему, было очень такое хитрое поведение. Это кадры из видео, когда шимпанзе в лесу, даже иногда вдали от других шимпанзе, когда их никто не видит. Это снималось с камерами скрытого наблюдения, которые на движение реагируют. Хватают булыжники, они вначале как-то так взъерошиваются, хватают камень и дубаются по стволу дерева. И причем судя по тому, что там этих камней навалено уже куча, и обычно дублистое дерево, оно все уже забито этими камнями, они это делают регулярно и орут при этом громко. И совершенно непонятно зачем. Журналисты, естественно, это уже описали и раструбили, что это религия шимпанзе, что они молятся богам и что-то такое. Но непонятно, честно говоря, зачем, но это точно не функциональное поведение. То есть это не для того, чтобы добыть еду. Это маловероятно, чтобы сигнализировать, потому что рядом никого нет, и удар вот этого камня от ствола, он такой губкий, но он вряд ли далеко разносится, я сомневаюсь. Шимпанзе в любом случае орет громче, чем этот удар камня. И зачем стучать камень, как-то непонятно. И они, тем не менее, регулярные часто это делают. То есть мы не понимаем зачем, но это разум на самом деле. И более всего это, конечно, видно в экспериментах. Потому что есть огромное количество экспериментов с человекообразными, в основном, обезьянами, но не только, с теми же капуцинами есть, которые показывают, что им присуще чувство справедливости, когда капуцины, да, там два капуцина сидят в клетке, и за одну эту же задачу одному дают огурец, а другому виноградину. И когда первому снова дают огурец, он этот огурец шевыряет и матерится, и кричит, что как же так, кому виноградину дали, а мне огурец, это ерунда. Ну и в ютубе без проблем можете найти, это очень показательный ролик. Им присуще чувство юмора, когда, допустим, горилла Куко, которая владеет языком жестов, он с Леной заявил, что она птичка, и только когда уж там все ее занусывали и говорили, что нет, она горилла, она не умеет летать, и она поняла, что с чувством юмора что-то у людей как-то не очень, и согласилась так очень грустно, что да, горилла. Они могут там ругаться, когда они там одна литя на другую называли там грязный туалет, это было именно ругательство в чистом виде, да, обманывать, там, хитрить и так далее, и так далее. Ну, есть гении шампандин, ну, это вот на все гении шампандины, но из них, наверное, на самом деле зависит от Анти, каждый такой шампанзе Бонобо, который 4 языка, например, знает, я не знаю 4 языка. Вот, а он знает Боноби язык, он знает разговорный английский язык, он просто, опять же, на слух, как бы понимает, ну, сказать он не может, но понимает, он выучил, причем сам, язык Абслен, вот такими вот карточками наверху, и, как видите, карты, ой, не Абслен, а еркаешь, еркаешь, вот карточки, как видите, сложнее иерогиков, строго говоря, китайских, потому что там очень никакой внятной системы нет, каждая карточка что-то значит, какое-то явление природы, их много, их там какие-то сотни этих карточек, это, ну, я не знаю, я бы, наверное, не смог запомнить, вот он выучил, причем учили на самом деле самку шимпанзе в эксперименте, она оказалась тупая, ничему не научилась, а он просто был детенышем, и рядом крутился и выучил, а потом, когда ему показывали ролики с гориллой Коко, которая нам с Лени говорила языком жестов, он еще и язык жестов выучил, четвертый язык уже, вот, то есть, с видюшки, потому что, когда гориллой Коко показывают жестами, да, ну, видно, что у него апище-то такая, что там жесты очень-таки относительные, и там тоже надо очень так внимательно быть, чтобы о ничем там говорить. Ну, вот, ведь самые говорящие обезьяны, другие, вот там ложь, которая первая была, говорящая, там, баниши, там, другие, показывают, что интеллект шимпанзе, он находится на уровне где-то трехлетнего ребенка, ну, там, по разным показателям, по некоторым показателям, те, кто их исследует, говорят, что даже там пятилетнего ребенка, а пятилетние тоже почти в школу можно отдавать на самом деле. И та же, например, горилла Коко по IQ, ну, там, какой-то хитрый был, хитрый способ расчета, но она по IQ получается в ранге умственно полноценных людей, то есть она не ниже умственно полноценного человека, то есть она, там, не дебил, не кретин, да, она умственно полноценный человек. Ну, вот, мне сказали, что она недавно умерла, честно говоря, я не уверен, но, по-моему, так. Нет байка, ну, слава богу. Вот, у нее, кстати, есть свой сайт, можете зайти посмотреть, там все интересно. Вот, там есть вот эта байка, эта шутка про птичку, там и многое другое. Очень душераздирающий рассказ ее, когда она рассказывает про то, какой поймали браконьеры в лесу и поубивали ее родню. Там просто вообще там мрачница очень. Вот, так что обезьяны – это тоже разумные существа. Мы, конечно, рекордсмены в этом смысле, но наш разум – это просто некая специализация такая своя прикольная. А у них есть свои специализации, им не надо быть настолько разумными, как мы. В природе они решают проблемы гораздо успешнее нас. То есть, если любого из вас закинуть в джунгли Конго, да, на дерево посадить на высоту, там, 20 метров, вот, и сказать – все, живите там, вперед. Вот, то я сомняюсь, что вы долго протянете, а шимпанзеты там всю жизнь живут и как-то эти проблемы решают. Другие байки – что наши предки были тупыми, грязными троглодитами. Это такая тоже распространенная версия, которая реализуется вот в виде таких картинок. И, ну, если честно, то, как минимум, вторая часть этого мифа – что-то в этом есть. Вот, и более того, она относится, вторая часть, часто не только к таким вот, да, гражданам, типа там, неандертальцев в изображении 19 века, а и к современным людям. Я вот каждый день наблюдаю, как кто-нибудь там окурки кидает, куда они попутят, а там стаканчики бумажные плюет, вот, и как-то глядя на собственные ботинки, да, а то он, в общем, начинает сомневаться, там, насколько прогресса вообще идет. Так что доля истины здесь есть. Но вот первая часть, потому что они были прям совсем тупыми и такими дремучими – это большой вопрос, потому что, ну, по крайней мере, с некоторого момента человеческой культуры было много всего интересного. Вот, ну, здесь представлено достижение только сапиенсов уже, но при желании можно это и про неандертальцев говорить, и про пятикантропов. То есть, понятно, что если у пятикантропов самое главное достижение было, когда пятикантроп на ракушке акулим зубом нацарапал просто вот такой зигзаг, вот, с нашей точки зрения это примитив, конечно, но тогда-то это было достижение. Вот, а если это уже сапиенсы, то это уже искусство в чистом виде. Я сомневаюсь, что многие из вас сделали произведение искусства похожее на вот что-нибудь из этого представленного, да? Причем здесь местами просто как бы вроде статуэтки, но всегда надо помнить, что любая такая вещь, она, на самом деле, это часть какого-то хитрого там обряда и чего-то такого. Редко, когда это удается археологически уловить, но она удается. Допустим, статуэтка найденная в Зарайске рядом с Москвой, она найдена не абы как, она там в ямке специально прикрытая чем-то и там видно, что какой-то хитрый обряд был. А статуэтки, допустим, из Мальты под Иркутском, женские, они на женской половине хижины, а на мужской половине хижины, чья там мужская или женская, по орутиям устанавливается, где оружие, где какие-то иголки с украшениями, а на мужской там фигурки птичек какие-то. И иногда она может делать еще более как-то хитрый смысл, такой возручный, вот например, такой замечательный кусок поиски из-за улицы, где на одной стороне бизон светлый из-за бизонника, а на другой такой мужичок светлый, да, теплый, как бы. И тут явно какое-то там, не знаю, можно увидеть любовное послание или что-то из этой серии, но это причем на одной и той же кости с двух сторон с разных изображено. То есть явно здесь как бы неспроста. То есть это вот уже какая-то там Ромео и Джульетта, да, Мадленского времени, какие-то такие вещи. Не только статуэтки, естественно, то есть тут тоже можно было бы забить произведениями вот этими достижениями вот только духовными много-много подряд слайдов, но это просто вот в качестве примера, допустим, музыка древних людей. Огромное количество примеров, здесь тоже далеко не все. Флейты, начиная как минимум 40 тысяч лет назад, которые такие полноценные, некоторые из них можно сейчас играть на самом деле, они вполне работоспособные. Слизки, всякие гуделки, скрипки, которые вот там шкрябают, да, и получается звук такой шук-шук-шук и так далее, и так далее. То есть это музыка, причем понятно, что опять же в первобытном обществе это скорее всего было не просто там дискотека, да, там для развлекухи, там, едем-едем в соседнее село, вот. А это была часть каких-то опять же ритуалов, обрядов, там, не знаю, похоронных, инициаций там и еще чего-то такого, вот. Ну и уж совсем как бы в чистом виде, там, искусство, это украшения, которые первые образцы появляются еще больше ста тысяч лет назад. И, кстати, самое древнее украшение это у неандертальцев, подвеска из зубов этих когтей, арвана, белоклосты, но есть и, кстати, огромное количество, некоторые совершенно шикарные, некоторые, причем это бижутерия практически, то есть, например, вот наверху, снимание пейер и нон-пейера, это подвеска в виде раковины Каури, сделанная из бивня мамонта, то есть, раковина Каури, тропическая раковина, и во Франции ледникового периода там как-то, ну, с тропическими раками была напряженка, хотя где-то они их таки добывали, ну, то ли в Средиземном море тащили, то ли там еще южнее, вот, но не на всех хватало, и как бы раковина Каури это понтовая вещь, и хочется ее иметь, а добыть-то трудно. Ну, и чего бы не взять кусок бивня мамонта, которых навалом вокруг, да, и не вырезать из нее. В Сен-Жермен-Л'Арюер есть, например, подвески из стеотита в форме зуба северного оленя, резца, то есть, ну, зуб северного оленя это была не редкость, это как бы у них под ногами валялось там вообще тысячами, вот, но они из стеотита, из камня выточили совершенно идеальный такой зубик, подвеску такую красивую сделали. Ну, и других примеров, огромнейшее количество, конечно, далеко не все, это просто вот, случайно там первый папа, с которой красивые картинки мне подвернулись, те я ставил. Ну, в некоторых случаях, правда, за красоту, видимо, надо было платить. Вот здесь такой грустный пример уже ранней мамахи, подозреваемая женщина, ну, с первого покрепления, которая вся из себя была замаршиной, ее там боятся на голове, на поясе, на плече, на ноге, и вся была такая, скрытаясь такое, что-то ей взойдет в трюм в лицо, ну, то есть, как бы, ну, шуточки шли в интернете, что там муж с охоты вернулся не вовремя, там еще что-нибудь такое, вот, но вот темные стороны тоже были, это факт, поэтому я говорю, что миф про такого тупого, ужасного, там грязного, жадного, немытого и вот такого грубого троглотита, какие-то основания такие имеют, то есть люди были попроще, чем мы. С другой стороны, данные, скажем, этнографии по современным охотникам-собирателям показывают, что в этом тоже есть плюсы свои. Например, есть такая информация, что, ну, правда, не очень достоверно, мягко говоря, но есть, что у современных пигмеев, которые живут, ну, прямо охотники-собиратели в лесу, у них практически не бывает психических отгонений, ну, там, стрессы, связанных со стрессами, да, с переутомлением, каких-то комплексов, там, застарелых, там, еще что-нибудь такое, потому что они все выражают тут же, то есть, там, кто-то поссорили, друг другу морду набили, да, там, наорали, там, без проблем, вот, и у них, они в себе ничего не держат, все сразу, там, раз, по голове, да, все в порядке, вот, никаких комплексов. Ну, и поэтому жизнь была как-то попроще. Ну, сейчас в нашем обществе, когда мы все-таки не охотники-собиратели, там, племени мы из десяти человек живем, да, а тысячами людей, с этим, наверное, будет сложнее. Прямо противоположный Баян, диаметрально противоположный, что до нашей цивилизации были какие-то другие, гораздо более развитые, ну, вот, сегодня уже про это частично звучало, что, там, строили пирамиды, возили на мамонтах, там, эти бетонные блоки и так далее, и так далее. Вот, это, естественно, полная чушь, потому что, если посмотреть на жизнь древних людей, насколько мы знаем археологически, как бы, не вот со стороны, там, украшений, да, там, этих Венер, вот, а со стороны их какого быта, то видно, что жизнь-то была довольно простой. И, вообще, это была жизнь бомжей на свалке, на самом деле, вот, потому что там, где они жили, у них все было завалено костями, ну, допустим, наверху, это из-за стоянки неандертальцев. Вот это вот, то есть, зоне Христонец, это стоянка уже кроманьонцев, где у них искусство есть, Венер, из керамики, более того. Это древнейшие люди, научившиеся делать керамику. У них там были хитрые обряды, в том числе, кстати, с человеческими жертвоприношениями. Но жили они на помойке, на самом деле, потому что они раз, видимо, там, в сезон, или, бог его знает, собирались на одну территорию, вряд ли они там жили прямо подолгу, потому что столько бы они там не прокормились, вот. Но, тем не менее, умудрились загадить участок берега реки на, там, больше, чем километр, мамонтовыми костями, всякими, там, северных оленей и так далее, устроили просто туда реально помойку. И там же у них были хижины, они там жили, причем не такие вот красивые дома, эти мамонты, да, у них там вдоль них стоят попроще, были такие полуземлянки. И ничего это им не мешало быть, опять же, высокодуховными, и со статуэтками, и с украшениями, там, и совсем прочее. Вот, ну, и даже там у них были вот такие дома, основательные для конструкции из Мизина, в Межевиче такие же дома, и там, в многих других местах, там, в Дограничевке, там, где-то еще есть, в Гагарине. Тоже такие дома, ну, они, конечно, впечатляют своей конструктивной совершенностью, да, то есть из бивни мамонта, ну, и там, прочих хостей, там, лопаток, созов, черепов. Построить дом – это тоже задачка такая технически непростая. Но все описания этнографические таких вот поселений в близких современности, ну, аналогичных, не таких же, понятно, не из костей мамонта, ну, скажем, эскимосских поселений, там, индейских каких-то там поселений, говорят, что для современного человека там бы было неуютно, мягко говоря. Ну, вот, то есть все описания, что там ужасно воняет, что там нормальному человеку находиться невозможно, какие-нибудь там блоки в ши уходят стадами назад-вперед, да, и когда вот ты вот смотришь, ну, там, пещера вообще не дар, да, ну, жить в сырой пещере, в ледниковой, ну, это хотя бы Ирак, там, хотя бы тепло было, а если это где-нибудь во Франции, когда там на голову капает, ну, они там пытались какие-то шкуры навешивать, там, как в базаре, там, еще что-то такое, но это не цивилизация выше нашей ни разу, вот. Поэтому, когда мы в прошлом находим вот без конца такие следы, и вот эти стоянки, заваленные костями, с какими-то там домами, в лучшем случае, с костей мамонта, да, в лучшем случае, в худшем, вернее, случае там вообще никаких следов домов нет, не у всех был огонь, между прочим, и не сразу он появился, орудиями не пользовались из камня и дерева, вот, и это дерево часто зубами обрабатывали, вот, и болели они там, и голодали, и все у них это было, и мы этого находим много-много-много без конца, ни одного следа никакой цивилизации, то есть хоть бы одну доменную печь, да, чтобы это там, какие-то там атланты строили пирамиды, где их следы, нету этих следов, поэтому все вот эти байки про то, что до нас были какие-то там супер-мега цивилизации, летающие на летающих тарелках, вот, не находят ни малейшего никакого вообще, ни единого подтверждения, а вот этого добра, навалом, вот, еще, естественно, далеко не все раскопано, ну, и жизнь-то у них была, как бы, тоже такая, не только то, что они на помойке жили и в домах плохих жили, а вот, например, судьба, да, опять же, просто произвольно выбранных персонажей, там, одну сели родственники, других сели тоже, там, кто-то там, враги, родственники, убили два раза, стукнув по лбу, этого загрыз лев, этого подрал медведь, это мухтаз, ну, женщина она была, да, сантеадоры, то и в лицо, там уже была картинка, сангиря, вроде там, в шее убили, сантеадеры, леандертальцы по голове, там, не очень понятно чем, ну, типа, меча что-то такое стукнули, еще какое-то время даже лечить пытались, но умерла, вот, и таких примеров, опять же, можно еще вставить, было бы огромное количество на самом деле, то есть, я не говорю, что их всех убивали, конечно, или, там, медведи съедали, но, если посчитать процент того, что нам известно, кого там убивали и съедали, это такой очень неслабый процент на самом деле, потому что понятно, что сколько бы у нас ни было материалов, это какой-то там доля от того, что было на самом деле, и из них довольно много, вот, как-то, нехорошо закончило, а даже те, которые без следов каких-то внятных повреждений на скелете, так не все повреждения на скелете отображаются, у нас скелеты неполные, как правило, то есть, человека можно копьем насквозь так проткнуть, что на костях это не отразится ни разу, вот, и какой-то процент таких есть, а есть такие, где, там, на тазе следы копья, там, еще что-нибудь такое, вот, а не говоря даже по печальной судьбе уж совсем, как бы, да, грустной, есть же еще огромное количество следов стресса, там, гипоплазия, эмали, хриброорбитали, какие-нибудь линии Харриса на костях, это вот маркер неспецифического стресса, возникающий еще, там, в детском правило возрасте в ответ на голод, холод, инфекции, там, всякие стрессы, там, и так далее, и так далее, и такого у древних людей практически у всех, то есть, этого обычно нет, если на это не смотрят, а как только начинают какую-то находку изучать подробно палеопатологическими методами, то обязательно обнаружат, что у него переизнос скелета какой-то невероятный, что он ребенок, а у него уже старческие изменения в костях, что они жили лет по 30-40, а если неандертальность доживала до 50-ти, то там, вообще, мега-дед какой-то уже был, вот, ну, и я вот мне в этом году сколько там, 39-40, ну, исполнится, да, и я бы уже, как бы, умер, если бы я жил тогда, ну, вот, тем более с моей комплекцией, да, то есть, и вот на все это смотря, понимая, что, ну, елки-палки, как бы, мы в 21 веке живем, и несмотря на те проблемы, что у нас есть, мы живем чудесно, вот, и уникальная, супер-классная сверхцивилизация какая есть, это наша сверхцивилизация и есть, и мы можем находиться в этом замечательном помещении, слушать лекцию, да, показывать все эти картинки, не знаю, когда я студентом был, я бы не смог показать картинки проекторам, да, то есть, прогресс идет семимильными шагами, вот, и сверхцивилизация космическая, это наша сверхцивилизация, а не чья-то еще, ну, спасибо предкам, что дали нам возможности. Ну, и последний баян, то, что эволюция человека завершилась, что она, конечно, была, что все там австралопитеки, обезьяны, все чудесное, но с появлением сапиенса эволюция человека прекратилась, и часто это так превращается, что биологическая эволюция прекратилась, а началась социальная, и теперь у нас есть социальная эволюция. На самом деле эволюция прекратилась у них, ну, вот, эволюция может прекратиться только в случае, когда кто-то вымирает, вот, как бы, все померли, да, вся линия биологическая, вот эта генетическая прервалась, кого-то снили, кто-то непонятно, ну, как бы, сам себя завел, да, кому-то не повезло, и все, как бы, у них эволюция прекратилась. А мы, судя по всему, еще живые, вот, и люди различаются, мутации возникают, выживаемость у всех не одинаковая, рождаемость не одинаковая, да, факторов среды у нас гигантское количество, и чем дальше, тем больше, уже просто сама по себе наша жизнь, в том числе цивилизованная, создает новые факторы отбора, которых раньше не было. То есть если в верхнем палеолите я бы, например, не выживал, да, со своей комплекцией, а сейчас выживаю как-то, и два ребенка у меня есть, как бы, то есть гены я передал уже на поколение, как минимум. То есть, значит, какие-то новые факторы отбора. Эволюция, она не прекратилась, она поменяла векторы, причем векторов становится больше, потому что не надо забывать, что сейчас тоже есть охотники-собиратели, и сейчас где-нибудь на Новой Гвине один папуас ест другого в данный конкретный момент наверняка. Есть какие-нибудь там индейцы в Южной Америке, да, есть там бушмены, еще там кто-нибудь, и есть жители мегаполисов, у которых совсем другая жизнь. Вот, ну и, я не знаю, как здесь у вас, да, но вот когда я в Москве, как бы, я-то сам из Читы, а живу я не в самой Москве, а в Подмосковье, там, сколько там, километров 20, наверное, от Москвы, и уже, как бы, разница немножко видна. То есть одно дело центр города, да, другое дело рабочие окраины. И уже факторы отбора не те, эволюция не та, и какой-то там совсем другой процесс идет. Так что у нас эволюция сто процентов не прекратилась. Другое дело, куда она идет, это большой вопрос. И куда она идет, зависит исключительно от нас. То есть от того, как вы свою эволюцию направите, благо мы все-таки разумные, что бы я там не говорил про умных обезьян, да, но мы-то разумнее все-таки. Вот, и мы теперь можем направлять свою эволюцию, ну, по крайней мере, пытаться это сделать. И хочется верить в правильном направлении. Вот, с чем вас поздравляю. Процесс идет, на этом я заканчиваю, наверное, давайте вопросы. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...